Особое мнение на 101FM Как ты оцениваешь то, что произошло вчера? Ну, я считаю, что само послание, как и отставка правительства Медведева, это есть всего лишь попытка показать, что у системы есть какое-то будущее, что она готова меняться, что она готова снова вернуться в 2008 год, поставить нового премьер-министра, который будет выглядеть либеральным и демократическим. Мы сейчас имеем в виду господина Мишустина, он, с твоей точки зрения, выглядит либерально и демократически. Нет, я говорю, что в 2008 году выбрали Медведева. Я думаю, что у Михаила Мишустина будет еще меньше граница полномочий, чем у Дмитрия Медведева. То есть это тот же самый 2008 год. У него какие-то были полномочия, какие-то границы есть. У Михаила Мишустина будет еще, наверное, уже вот этот путь или вариант, или как его обозначить. Поэтому система, как она была вертикальна, так она и остается вертикальной. Михаил Мишустин, некоторые эксперты говорят, что это такая переходная фигура, временная техническая фигура, и произойдут изменения, и будет у нас новый премьер. Ну, я так полагаю, что Владимир Путин как раз и видит себя этим премьером, министром, потому что большинство голосов в Единой, вернее, в Госдуме за Единой Россией, и избраться ему не предстоит большого труда. Даже сегодня мы видели картину, когда Единая Россия с радостью встречала Михаила Мишустина с такой любовью, как будто не их председателя партии убрали с поста. То есть как будто бы убрали там какого-то коммуниста. То есть вот это двуличие единороссов можно ожидать, и оно прогнозируемо было. — Считаешь ли ты, как ты оцениваешь реакцию действительно и правительства, и Госдумы, и партии Единая Россия, и, кстати говоря, оппозиционных партий на то, что сразу после заявления правительство подает отставку, и вдруг, по крайней мере, Единая Россия, которая большинство в Госдуме в едином порыве поддерживает эти изменения? — Эксперты и большие федеральные издания, в том числе и Эхо Москвы, и коммерсанты РБК, основываясь на своих источниках, говорят, что крайне узкий круг людей вообще знал о том, что такие заявления последуют. Но почему-то, и они кардинально меняют всю политическую расстановку на нашем поле, на российском поле, и влекут за собой достаточно серьезные и социальные, и экономические последствия, потому что о них было тоже сказано. — До этого послания все работали, и все хорошо. Послание кардинально меняет ситуацию в стране. Может быть, ты поспоришь, скажешь, что нет, не кардинально, и вдруг все эти изменения поддерживают. То есть до этого момента было все класс, а потом вдруг все осознали единомомент после послания, что нет, не класс, а надо делать так, как сказал Владимир Владимирович. — Я говорил, что, во-первых, это двуличие. Во-вторых, я думаю, что и ты, и все, мы не должны удивляться, что это секретная операция. — Это обыкновенный развед, секретная какая-то операция, которую знали буквально 3-4 человека. — Я не удивляюсь, на самом деле. — Да, если бы знали больше, это бы уже утекло или в СМИ, или какие-то… — Это нормально. Меня удивляет то, что после, если это была секретная операция, почему мгновенная реакция в поддержке возникла без обсуждения. — А как вы хотите, что если Единая Россия скажет свое критическое замечание, то я думаю, что завтра этого депутата Единой России уже не будет в Госдуме. Его просто уберут. — Последует ли, как ты считаешь, за вчерашними событиями все-таки какое-то обсуждение в широких массах избирателей хотя бы? — Я думаю, что для этого и создано, чтобы снова подать информационный повод. — Сейчас будут все говорить об этом СМИ, об этом будут говорить народ. Народу дали денег и материнский капитал, и снова вернулись к медицинскому. — Посыл я такой вижу, что народу снова вернули деньги, холодильник, сказали, что у них деньги есть у правительства. То есть никто это не скрывает, и все говорят, что деньги есть. Поэтому сейчас эти закорма будут отдаваться бюджетникам, чтобы они в дальнейшем голосовали, как и в 2008, и в 2012 году, за Единую Россию и за Владимира Путина. — Новый выбор в Госдуму в 2020 году. Как тебе такой прогноз? — Я ничего про это не скажу. Это, может быть, такая же секретная операция, которая пройдет в любом времени, в 2020 году и в 2021 году. Разницы большой я не вижу. Хотя кто-то и говорит, что в 2020 году, что если мы будем принимать типа референдума, на самом деле это будет не референдум, это будет опрос или волеизлияние какое-то, которое, вот я принес специально к институции, здесь нет ни опросов, ничего. Есть слово референдум. А то, что предлагает Владимир Путин, это не референдум. Поэтому, возможно, и будут в 2020 году выборы в Госдуму, но смысла я не вижу большого. Что в 2021 году, что в 2020. — На «Медузе» хороший материал есть. Вчера комментировал предложение президента, один из авторов Российской Конституции, Виктор Шейнс, об оправках в основной закон. Они как раз говорили с журналистом. И мы знаем, что среди предложений президента есть предложение об усилении парламента, о повышении его роли в формировании правительственной значения руководителей силовых ведомств, а также закрепление в Конституции Государственного Совета. — Господин Шейнс оценивает вот эти изменения как действительно возможность Госдуме влиять, больше влиять на власть и на политику в стране, а значит, дает возможность избирателям тоже влиять на эту политику. Раз Госдума приобретает больше полномочий, то мы, как избиратели, несем большую ответственность, и у нас есть шанс как-то повлиять. — Госдума — это не место для дискуссий. Это уже было известно в 2008 году. И я не вижу большого радости, что если 60-70% остается за единой Россией, еще раз говорю, который лидер Владимир Путин, и любые решения, как президент или будучи его премьер-министром, они будут поддержаны. У нас нет на самом деле оппозиции, которая высказала бы свою точку. — Владимир, это если Госдума остается такой, какой есть. Представь, что в 2020 году объявят новые выборы. Люди, избиратели, знают, что Госдума теперь обладает еще большими полномочиями. Заставит ли людей это в большем количестве приходить на выборы и более осмысленно подходить к своему выбору? Или нет, ничего не изменится? — Я думаю, что это ради объявления именно информационного какого-то повода пыли в глаза. Я думаю, что это обычно всегда почему-то сравнится с 2008 году. Это для меня был такой переходный период, когда на самом деле я даже надеялся, что с приходом Медведева что-то изменится. Но все эти четыре года показали, что нет. И в 2011 году, как он постыдно сказал, что я ухожу с своего места, что я даже не буду баллотироваться на следующий пост. — Возвращаясь к моему вопросу, выборный процесс не изменится или изменится? — Интерес к нему. — Люди, да, мы, граждане. — Да возможно поднимется, это будет информационный пот, и даже народу больше придет, согласен. — Но проголосуют. — Но они потом будут опять сказать, что нас обманули. Вот я это ожидаю, что будет просто, да, что нас сегодня нам пообещали, а пять лет через четыре, через шесть лет они скажут, что нас обманул Путин опять снова. Народ вот поверит ему и снова скажет, что нас обманули. Как вот пенсионная реформа была. — Вадим Ананин, это его особое мнение, мы сейчас слушаем, председатель партии Парнас. Про транзит власти все говорят о том, что это вот та последовательность действий, которая сейчас происходит, это предложение, это то, что мы называем словосочетанием «транзит власти». Можешь объяснить простыми словами, что это значит «транзит власти»? — Транзит власти, я думаю, что был бы нормальный, вот лично для меня, да, переходный период, это как в Чили, когда Пиночет объявил, что он готов отдать демократической оппозиции слово, допустить ее в парламент и разрешил провести референдум гражданский. Тогда оппозиция сложилась в одну, в один единый блок и смогла нормальную программу выступить, вынести в противоречие Пиночету. И тогда вот он впервые проиграл, 55% набрала вот эта оппозиция. Так вот, если наша сможет оппозиция объединиться и вынести нормальную какую-то программу, то я думаю, что транзит произойдет, вернее, он и должен был такой произойти, когда, так сказать, есть договор между президентом, между парламентскими партиями. А в данной ситуации я вижу, что договоренности ни с кем не было, что это есть узкий круг лиц, который решил вот так и просто обозначил его на федеральном этапе. От кого кому власть передается? От Путина к Путину. Прервем сейчас на полминуты. Это «Особое мнение» и сегодня в программе Вадим Ананин, руководитель кировского отделения партии «Парнас». «Особое мнение» на 101FM Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. Своё особое мнение высказывает руководитель кировского отделения партии «Парнас» Вадим Ананин. Ну, раз уж про референдум заговорили, то обратимся к тому референдуму, который ты лично инициируешь с группой активистов. Я знаю, что на этой неделе после заседания инициативной группы более чем из 20 человек вы передадите документы об инициации референдума в избирком. Расскажи, пожалуйста, поподробнее, что это за процедура такая? Ну, прежде всего, мы, конечно, должны обозначить, по поводу чего вы призываете провести референдум, а потом о самой процедуре. Так, вопрос звучит так, что... Ну, то есть мы для чего собирались, 20 человек, чтобы вынести вопрос наш проблемный? Жители Кировской области о строительстве ПТК «Марадыковский». Вот. И этот звучит вопрос так, что вы за то, чтобы запретить ввоз на территорию Кировской области отходов 1-2 класса опасности с целью их дальнейшей обработки и утилизации на территории Кировской области? То есть... И дальше должен что? Да или нет. Да или нет. Да. Да или нет. Мы должны получить от народа 51%, что да или нет. Угу. Вот. Эти документы мы в понедельник отдаем в избирком Кировской области. Он должен проверить их на ошибки. Если он согласен с этим, с протоколом и с халатайством, что он... Все подписанные люди это жители Кировской области, что никаких ошибок нет. Соответственно, в течение 15 дней мы получаем ответ. И в дальнейшем эти документы попадают в областной парламент. Прошу прощения. Давай тут разоберемся все-таки в этой процедуре. Да? Вот собралась группа из 20 человек, которые обсудили и приняли решение, что необходимо инициировать референдум по любому вопросу. Окей. Есть... У нас есть вопрос по поводу ввоза на территорию Кировской области отходов 1-2 класса опасности. Согласно законодательству, нужно понимать там референдум по вынесению... Относительно какого законодательства вы собираетесь проводить? Это... Вот этот вопрос, он федерального, он регионального, он муниципального значения? Он регионального. Регионального значения. То есть региональные власти могут принять решение... Нет, народ. Ну, понятно, что народ на референдуме. Но то есть вот этот референд не выходит на федеральный уровень, а решается вопрос на уровне региона. На территории, да. То есть это региональная ответственность. Ну да. Правильно? Точно? Не будет ответа, что это вообще федеральная история, потому что федеральное правительство решило строить такие объекты, а вовсе не мы. Я, наверное, и вы, наверное, в курсе, что мы в мае, не мы, а партия про нас в Москве в июне инициировала всероссийский референдум, где есть очень подобный такой же вопрос, пятый. Там было пять вопросов про пенсионную, про мусорную реформу. И там, кроме объектов ПТК первого и второго класса, там еще были обозначены мусоросжигающие заводы, там еще что-то вот такое. Но до сих пор этот запрос лежит сейчас в суде. То есть суд даже не хочет воспринимать и проверять его. Они сейчас на стадии судятся, да. То мы сейчас это же ожидаем, что, скорее всего, нас так же ожидает, что будем судиться, доказывать, что мы... Ну вот я смотрю, да, вот я смотрю статья 12 по опросу референдума. На референдум субъекта Российской Федерации могут быть вынесены только вопросы, находящиеся в ведении субъекта Российской Федерации. То есть вы считаете, что вопрос запрета или разрешения ввоза на территорию Кировской области отходов находится в ведении субъекта? Просто юристы это подтвердили, потому что, чтобы вам не завернули документы. У вас были юристы, которые над этим работали и подтвердили. Хорошо. Вот. Тогда этот вопрос снят. Второе. Почему речь на референдуме в данном случае в этом вопросе идет о том, чтобы запретить только ввоз, а не вообще строительство? А не вообще строительство? Ну, то есть если мы говорим о ввозе, это значит, что может работать завод, но, например, обрабатывает только собственный отход. То есть, да, что у нас выходит 200 тонн, да, или сколько у нас, 200 тысяч тонн, да, или 200 тонн у нас в Кировской области, я не помню, там министр озвучивал. А у нас же есть уже предприятия, у них есть лицензия, которая обрабатывает эти отходы первого и второго класса, это Куприт и вроде бы еще кто-то, да? Нет, ну... У них же есть свой маленький заводик. Я не знаю, вы были на этом заводике? Вы его видели? Я не был, но Куприт говорит, что он обрабатывал. Если вы знаете... Активисты, которые против переработки... Нет, смотри, если они нарушают закон, значит, мы пишем в прокуратуру еще куда-то, и пускай их наказывают. Я не знаю, нарушают или нет, нет таких сведений. Если у нас есть 200 тонн, то пускай... У меня другой был вопрос. Почему вопрос на референдум? Вы ставите таким образом, что запретить или не запретить ввоз именно? То есть пусть строят в Мородеково, но обрабатывают наши отходы. Вы это имеете в виду или что вы имеете в виду? Строить не будут, потому что он уже есть. Я считаю, что вот эти 200 тонн, которые есть, нам достаточно Куприта. Вот этого маленького предприятия, которое 200 тонн в год обработает. Вадим, я это услышала. Я прошу вас ответить на вопрос, почему именно так звучит вопрос, вынесенный на референдум, только о ввозе. Если бы, вернее, в виде, что надо было написать, что мы не желаем строительства ПТК Марадыковский, если бы он так звучал, да? Я вот сейчас просто начинаю думать. Потому что этот вопрос, конечно, разработан был юристами, которые и с региональными, и с федеральными законами. Я, наверное, вот так думаю, что сейчас я не юрист, но я сейчас думаю, если бы мы написали, что мы против ПТК Марадыковский, тогда, соответственно, недолго ли обозначить, вернее, переиграть марку и обозвать ПТК, например, табурет, еще какой-нибудь. То есть придумать, тогда наш референдум будет недействительным считаться. Ну, а с другой стороны, если люди придут и проголосуют, условно, гипотетически, предположим, референдум объявили в регионе, об этом еще поговорим, если надежда на это. И люди сказали, что на вопрос, вы за то, чтобы запретить ввоз на территории Кировской области отходов 1-2 класса и опасности с целью их дальнейшей обработки и обезвреживания на территории Кировской области. Например, проголосовали нет. То есть мы против, да? Это значит, что завод все-таки в Мирном могут строить, но обрабатывать отходы только Кировской области. Правильно я вас понимаю? Нет. Дело в том, что нет. Разве это не исходит из вопроса? Мы сейчас не говорим про ПТК Мардыковский, потому что на том месте даже объект ПАУХО не должен был строиться. Но военные обещали, что после, когда мы уничтожим все эти снаряды, здесь ничего не будет. Это мы помним. Соответственно, там поймы реки Вятки. И если сейчас, конечно, разговаривать с Андреем Тарановым, который... Кто такой Андрей Таранов? Это председатель котельнического отделения Союза за химбезопасность. И они с 2002 года как раз над этим и работали. Они даже референдум пытались там сделать в те годы. Мне не хотелось, чтобы наши слушатели застревали в этой истории, но я хочу, чтобы вы ответили все-таки на вопрос. Исходя еще раз из этой формулировки, условно запрещая ВОЗ, если люди приняли такое решение, и ВОЗ на территорию Кировской области отходов будет запрещен, то местные перерабатывать можно на любых предприятиях, в том числе и новых. Да. Ну, возможно. А зачем на Новый открывать, если... Нет. Только не на Мородыкова. Тогда следующий этак последует, правильно? Ну вот если проголосовали за референдум, это же не решает ответ на этот вопрос, запрет ВОЗа, не решает вопрос строительства. Или не строительства? Нет, смотри, если у нас маленькое количество, 200 тонн, нам зачем новое предприятие строить? То есть это будет следующий шаг, то есть вы снова будете инициировать некий референдум о запрете строительства в Мирном, чего бы то ни было, или что? А его и не будут, если референдум будет принят, тогда его и строить не будут. Зачем, если нам уже сюда запретили... Построят и будут, например, обрабатывать наши отходы. 200 тонн? Это не надо меня спрашивать, то есть этот референдум не запрещает строить в Мирном ничего в таком случае. Ну, возможно, так, да. Если какое-то маленькое количество, то я не думаю, что оно так будет влиять на такую большую местность. Не буду отравлять. Ну, сравнить 50 тысяч в том и 200. Я не знаю, я не строю догадки, а как бы... Я думаю, что зачем строить огромные деньги и вкладывать, сколько там, 5 миллиардов вкладывать, нужно производство, если есть уже старые маленькие заводы типа Куприта. Хорошо, хорошо, все, значит, ваше мнение здесь понятно. Чтобы добить, то есть вот через 15 дней рассматривает избирком ваши предложения, есть ли у вас надежда, что ваша заявка на проведение референдума, она будет удовлетворена? Надежда всегда есть. А уверенность, что юристы говорят? Они же готовили документы. А юристы говорят, что обычно это бывает 2-3 этапа, то есть это бывают 2-3 суда, и почему 2-3, вернее, 2-3 шага? Они находят, скажут, у вас запятая здесь неправильно поставлена, еще что-то. То есть скорее всего будет... Тогда собираемся, мы повторно собираем, да, да. И это бывают 2-3 собрания. Вот как они говорят по их опыту, то есть ты готовься, что у тебя будет собрание 2-3 раза. То есть я думаю, что 20 часов собрать не проблема, мы еще раз соберемся. То есть а по времени это сколько может занять? Полтора часа собрание идет. Ну вот 15 дней, потом собрание, снова 15 дней, правильно я понимаю? Снова собрание, еще 15 дней, и таким образом мы уходим... Плюс суды там полгода где-то еще будет. Суды полгода. Да. На это рассчитывается. То есть в течение всего 2020 года будет проходить какие-то процессы, собрание, выработка документов, подача документов. Избирком, суды. Целый год вы будете этим заниматься. Ну не целый год, это будет смотреть от судов, от всех будет зависеть. А за это время мы знаем, что будет представлена, уже представлена первая часть технической документации, будут проведены общественные слушания там в мае или в июне, по-моему. В феврале и в июне, да. На этом фоне вы что-то еще, какие-то действия, кроме работы с документами, будете производить? А, то есть мы уже уходим от вопроса, от референдума в следующий вопрос. Нет, ну с референдумом-то все понятно, что это целый год будет длиться. Нет, если вам есть еще что здесь сказать, говорите... Я думаю, что можно закрыть его, правильно. Насчет этого есть второй вариант. Потому что по референдуму вам еще нужно будет подписи собирать. Сколько? 20 тысяч человек? 20 тысяч подписей в течение двух месяцев. За два месяца 20 тысяч подписей. Это же огромный штат должен работать с сотрудниками, чтобы собрать такие подписи. Есть надежда, что волонтеров такое количество вы найдете? Я не думаю, что это волонтеры, это будут студенты, которые должны оплачиваться труд их. А, труд должен оплачиваться. И юристов ведь тоже вы оплачиваете. Пока нет. Это все общественные юристы. А я надеюсь, что когда дойдет до этого этапа, тогда вот я думал, что в каждом районе должен быть маленький офис, куда студенты или волонтеры могут приносить свои подписные листы, и там люди будут их проверять. Сидеть маленький стол, там женщина, скажем, мужчина. Я думаю, что здесь возможно как и волонтеры на бесплатной основе работать. И также студенты, которые готовы, скажем, за 50 рублей за подпись собирать эти подписи. Ведь надо же еще финансирование найти. Да, вот поэтому мы открываем, будем готовы открыть расчетный счет, находить спонсоров, предприятия, которые готовы вложить. По моим подсчетам, это примерно 2 миллиона рублей бюджет вот этой компании. Всей компанией на год 2 миллиона рублей. Есть законные механизмы, безопасные для активистов, для сбора средств на эту деятельность? В смысле, в каком плане безопасность? Ну, мы же сейчас видим, что нельзя там получать средства от таких-то фондах, отсеки, иностранные финансированные запрещены. Да, ну то есть понятно же, что пристальное внимание к этому нужно. Если приходят деньги из иностранных, там дается вроде бы 10 дней, чтобы ты эти деньги вернул обратно иностранному агенту. То есть здесь надо будет просто отслеживать, и в течение 10 дней эти деньги вернуть обратно. В Кировской области ли со всей страны можно будет на эту деятельность собирать средства? Я сейчас не отвечу, наверное, точно интересно. И там тоже должны будут работать ваши юристы, чтобы отслеживать средства? Да, да. А в чем проблема, если московский какой-то предприниматель захочет нам перечислить там 50 тысяч? Я думаю, что даже если он не житель Терненской области... То мы же знаем, как сейчас активистов, которые протестной деятельностью занимаются по любым вопросам, какое пристальное к ним внимание, и где многие из них находятся. Это счет, это Сбербанк, он будет проверяться, контролироваться, согласен. Есть законный механизм для сбора средств на эту деятельность? Я думаю, что наши предприниматели, наши директора заводов там должны сами быть заинтересованы. А этот счет, он должен принадлежать какой-то партии или, может быть, одному человеку? Нет, это инициативной группе. Инициативной группе. То есть здесь уже у нас выбран отвечающий за финансовые и за все проблемы. Вот репортер пишет, что это вы. Да. То есть вы же за это отвечаете. Да, и секретарь Марина Светлана Анатольевна. И секретарь есть, то есть целый штат. Ну и, соответственно, эти 20 человек, которые тоже вместе же будут собираться. В дальнейшем нам никто не запрещает вводить в оргкомитет других активистов, других представителей партии, движений, организаций. Итак, долгая процедура целый год. Это очень долгая, да. Необходимость сбора финансовых средств. Необходимость на постоянной основе работы какого-то актива, юридической помощи и оплаты деятельности волонтеров. Это не очень легкое, да. Референдум сложно и тяжело. Прервем сейчас на полторы минуты у нас реклама. И продолжим наш разговор о пикетах, митингах и активистской деятельности Вадима Ананина. Особое мнение на 101FM. Вот это вот интересно на самом деле разобраться, потому что обыватели и люди, которые в это не погружены, и вообще мы не избалованы референдумами, не очень понимаем, как это организуется, в какие сроки это проводится, и какая это работа, и что мы-то, жители, должны в таком случае сделать, как в этом поучаствовать. Поэтому хотелось бы добить, получается, этот вопрос по референдуму. Напоминаю, что Вадим Ананин является инициатором организации регионального референдума в нашей области с вопросом, вы за то, чтобы запретить ввоз на территории Кировской области отходов первого и второго класса опасности с целью их дальнейшей обработки, утилизации и обезвреживания на территории региона. Мы понимаем, что это очень длинный процесс по согласованию, и этот процесс затратный по трудодням, по времени рабочему и по деньгам, и нужно будет собирать деньги. А потом еще нужно будет в течение 20 дней, если там скажут, что да, принято решение, что референдум можно проводить в регионе, еще нужно будет в течение 20 дней собрать 20 тысяч подписей. Два месяца. В течение двух месяцев. А, двух месяцев собрать 20 тысяч подписей. И вот я спросила в перерыве у Вадима, а как это происходит? Волонтеры ходят по домам или открываются какие-то пункты для классования? И здесь вот тоже важно пояснить. Можно открыть пункты, можно ходить волонтерам пока квартирам на улице. Ну, на улице сейчас зима, там летом, я думаю, что... А, если это будет летний период, можно и на улице стоять, да. В этом не вопрос. Я рассчитываю на то, что собрать 20 тысяч, это не очень большая проблема, потому что на выборах, как я раньше стоял в партии, я помню, что мы собирали 16 тысяч за месяц. Это было финансирование партийное, и собрать 16 тысяч за месяц, это реально. Тем более вопрос был касаемый выборов наших депутатов, да, наших партийных. А этот будет вопрос касаться всех жителей. То есть я думаю, что 90 процентов будут рады поставить свою подпись за это. Потому что за партию у нас, сами знаете, что половина выгоняет, говорят, что мы не будем голосовать, ни за какую партию там. Это очень сложно. Ближайшие выборы какие, вы думаете, подойдут для этого голосования? Это сентябрь или 2020 года, или 2021. Я пока в сентябре 2020 года ничего не вижу, может быть, ошибаюсь. Возможно, мне говорили, что там должны быть какие-то дополнительные выборы. То есть вы не в курсе? Ну, в крайнем случае, даже 2021, тогда же лучше будет. То есть мы проведем рекламную агентационную кампанию, и к 2021 году даже лучше будет подойти. Почему? Потому что, еще раз говорю, что у нас на выборы обычно ходит 30-40 процентов населения. А в законе о референдуме сказано, что если на эти выборы придет меньше 50 процентов, тогда референдум не будет считаться состоявшимся. Все. То есть мы зря потратили время, деньги. От всего населения региона? Да. Подожди, так 20 тысяч подписей... Избирателей. Не регион, а избирателей. А 20 тысяч подписей для чего тогда собираются? Потому что избирателей-то у нас больше, чем 20 тысяч. Это 2% от избирателей. Так. То есть нам нужно собрать за 2 месяца 2%, это получается примерно 20 тысяч. Чтобы что? Чтобы нас допустил избирком к этой компании. То есть он проверяет там... А, это допуск компаний. И, кстати, он нас может еще не допустить, если найдет больше 5% брака в подписях. Вот почему важно, почему нам нужны еще студенты, которые... То есть это только допуск компаний, потом это еще выверить, чтобы вас не обвинили в фальсификации, а если допустили, то тогда половина голосующего населения региона должно прийти на выборы и получить дополнительный бюллетень по этому поводу. Поголосовать за него. А если не придет 50%, тогда мы зря работали. Но это гигантская работа. Это гигантская работа. Безумная, безумно гигантская работа с огромными трудозатратами. Тут надо просто, вот как Валерий Семеничев в своем митинге тут рассказывал и говорил, что активисты не на зарплате, практически там нет времени на креатив по поводу митингов. Откуда у вас время, просите, Вадим, чтобы заниматься этим? Скажите. Я знаю, что я давно уже занимаюсь и общественной, и политической деятельностью, у меня работа, связанная, буквально 2-3 часа я трачу на свое личное время, и часов в 6 я трачу на общественную деятельность. Ну, то есть вы профессиональный политик или общественный активист. Да. И живете-то, и средства зарабатываете тоже этой деятельностью. Да нет. Нам же не платят, кстати, даже... Хватает 2-3 часа в день, чтобы обеспечить себя, что ли? А вы думаете, у меня большая зарплата? Нет, я и про это и говорю, как можно убить столько времени на эту деятельность. Я могу... Вернее, у меня были попытки устроиться нормальную зарплату. Но как вы знаете, кто я и какой деятельностью я занимаюсь, то стараются, конечно, со мной не связываться. То есть проблемы даже по трудоустройству. А как? У меня 2-3 уголовных дела было уже заведено только в том году на меня. То есть вот с такими практически профессиональными активистами предпочитают не связываться работодатели. Это большие минусы. Особенно мне там вот... А сколько... В том году я заплатил 60 или 50 тысяч штрафов. Это вот как раз по пикетам и митингам, да? Да. А, из-за того, что я был признан должностным лицом незарегистрированной организацией «Открытая Россия». То есть в России у нас все члены были просто признаны как активисты, да? Да, да, это была большая... Я был признан... Почему я должностное лицо, если я всего лишь координатор и у меня нет никаких должностных обязанностей? У нас Совет решает все вопросы. Вадим, ну вот возвращаясь к этой такой большой деятельности и к тому, что огромное количество людей, там большие массы, нужно на нее поднять. Когда Валера приходил, Валерий приходил на наш эфир, коллеги мои спрашивали его, что-то как-то у вас вяло ваши митинги проходят, скучно достаточно, ну, пикеты, митинги, да? Большого внимания СМИ пишут, потому что когда пустая поляна и уже писать там нечего, наши региональные, а федеральные СМИ вообще этой повестки не видят. Предположили, что, возможно, если не вывести вопрос на федеральный там уровень, то и реакции-то особо никакой не будет. Но для этого надо креативить там какие-то истории, а не просто стоять там в пикетах с плакатами. И здесь тоже Валерий Семенищев говорил о том, что чтобы этим заниматься профессионально, нужно целый штат, нужно на это убить время. Мы видим, что... Кстати говоря, почему вы не коллаборируетесь? Вы оба работаете по поводу Мородыкова, но почему-то не видно, что у вас там какая-то... Не объединяйтесь в один штаб, например. Не объединяйте свои усилия. Повестка-то ведь одна вроде бы и та же, или есть какая-то разница, скажите? Может быть, какие-то противоречия, например, идеологические? Я думаю, что противоречия, конечно, есть, потому что если одна группа заявляет, что мы с вами не хотим сотрудничать, даже в едином объединенном гражданском митинге, да? Это кто Камабу заявляет? Ну, вот вторая группа. Это Валерий Семеневич, что не хотят с вами объединиться. А почему по такими причинами? То есть вы занимаетесь политикой, вы не ради Мородыковского этим занимаетесь, а ради... Это они вам предъявляют. Да, 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 что вы занимаетесь политическими очками. То есть ты состоишь в партии Парнас, да, и поэтому мы с тобой не сядем за один стол. А если бы в Единой России состоял? А нет. Если бы я состоял в ЛДПР или в Справедливой России, они бы с радостью, да, да, да. Которые как раз с ними там участвуют в митингах. Да, почему вот ЛДПР всегда постоянно... Да, кстати, он же сам член ЛДПР. Или он шел из ЛДПР? Я не знаю, но на митингах действительно АСР и ЛДПРовцы, и на собраниях у Валерия Семеневича постоянно есть. С депутатом Костиным всегда постоянно они приходят на встречу. Да, то есть с вашей партией не объединяются... Да, да, да. Они как и говорят, что вы не системная оппозиция. Системная оппозиция. Стойте в стороне. И именно эта причина, почему не объединяются усилия, хотя вопрос один и тот же. Да, да, да. Но дело в том, что вчера приезжал, как раз вот еще раз говорю, Андрей Таранов, это Союз за химбезопасность. Мы с ним вчера поговорили и решили, что 15, вернее, 18 января, вот уже в эту субботу, мы созываем оргкомитет, где будет обсуждаться как раз общее движение. А оргкомитет из кого? Мы приглашли всех. А, всех. Всех экологические организации, в том числе и вот Валерия Семенищева, и из Мирного, Марину Заславска приедет. Это поселок Мирный, она активист. Да, мы знаем. У нас остается буквально 4,5 минуты, и у меня вот какой вопрос. Ни вы, ни Валерий, ни активисты из Котельнич, об этом много раз говорили, и вы сегодня тоже это в эфире продемонстрировали, и сказали, не являйтесь специалистами по вот этим вот вопросам, да, потому сколько у нас расходятся данные, производится этих опасных отходов. Где, ну, вы где-то слышали, вы сказали, кто-то сказал. Значит, дальше, сколько накопленных этих отходов, сколько, как реально они перерабатываются, как сейчас загрязняют предприятия, почему-то вообще, вот я удивляюсь, никто не говорит, ни вы, ни Валерий, как сейчас предприятия наши, наши действующие промышленные предприятия, загрязняют регионы, как они влияют на обстановку. Все наши промышленные предприятия, имею в виду, Левсия, Витек, Сельмаш, Первомайка, Хемкомбинат, металлургические предприятия и так далее. Почему-то вот анализ этот не предоставляют активисты, не оперируют этими данными. У меня вопрос, почему... А я, наверное, вот, я можно на него отвечу? Почему, да, конечно, это же вопрос будет. Почему и считаете ли вы, что активисты все-таки должны погружаться в профессиональные вопросы и иметь перед глазами данные, статистические выкладки, техническую документацию, специалистов постоянно с собой и так далее, чтобы это не звучало, кто-то сказал где-то примерно, а что конкретно, причем это были бы верифицированные данные? Я начну со второго вопроса. Дело в том, что я, конечно, был политиком, и я, вернее, был и сейчас являюсь политиком, и вот эта экологическая деятельность для меня новая. Но когда в 2017 году ко мне обратились из Мирного, из Котельничи, и попросили мне помочь... В 2017 году? Да, в 2017 году. А что тогда? Хотели ввозить радиоактивные отходы с комбарки, разобранные эти мышьячные заводы там, третьего и четвертого класса даже, не первого, второго, а третьего, четвертого. И тогда они как раз возникли и сказали, что помоги нам, мы не хотим, чтобы нам с чужих регионов привозили. Этот вопрос замяли в 2017 году. Ну, не замяли. Там, кстати, и общественная палата работала, чтобы не увозили и так далее. Я говорю, общественная палата помогла. То есть не замяли, а решили этот вопрос. Ну, да. Правильно же? Да. И, соответственно, я был вынужден ходить и в библиотеку имени Герцена, находить эти документы, читать, то есть искать в интернете. И я, конечно, погружаюсь вот в эту информацию и начинаю владеть ей. И мне даже само интересно, то есть чем больше погружаешься, тем интереснее. Но, как сказать, занимаясь вот этой деятельностью, у нас есть, у меня, вернее, большой круг, есть друзей москвичей, которые мне помогают по интернету и подсказывают. И даже подсказали экологические организации, которые готовы за маленькую очень денежку провести общественную экологическую экспертизу. Да. Это лицензированные какие-то? Да, да, да. Поэтому, если я что-то не знаю, я, конечно, им звоню, обращаюсь. Вот по этому референдуму я тоже не специалист. Но я обратился к человеку, который провел вот таких референдумов, наверное, около 10 регионов. И они даже дошли в Архангельской области до Верховного суда. Поэтому я, наверное, вот я, наверное, являюсь посредником, да, среди специалистов и среди активистов от Мирного и Котельнича, которые не хотят видеть... Много специалистов ваших, с которыми вы взаимодействуете, приезжали сюда, в Киров, например, или они уже изучили документацию по вот этим объектам Росрау? А, нет документации еще нет, она будет только в феврале. Была рекламная презентация, да? Были презентации и так далее. Да, и у нас даже они дали свои выводы и свои, как сказать, которые они обнаружили, минусы вот этой презентации. А можно, например, опубликовать эти вещи? Они в группе есть. Они у вас есть в группе. А видели ли вы, что эти, то есть они заверены людьми или какими-то конкретными фамилиями у нас? А скажем, Дмитрий Левашов вам что-нибудь скажет? Мне нет, мне нет. Я поэтому и говорю, что если бы был документ, и был бы Дмитрий Левашов с его званиями и регалиями, которые можно пройти, пробить, а почему это не используется, например, в СМИ? Потому что если это есть у вас в группе, а если проводил Росраус со своими экспертами тоже кучу встреч и публикует ответы, до сих пор почему-то, вроде как много информации, но до сих пор почему-то говорят, что информации нет никакой. То есть мне нужно создать пресс-релиз и приложить вот эти выводы Дмитрия Левашова и расслать по СМИ, да? В какой-то системе, потому что вот вроде бы как бы говорят нет информации, заходишь на семерки, у них хорошие, например, отчеты со всех совещаний, которые проводил Росрау и открытых встреч. Заходишь в общественную палату, смотрим, они вчера публиковали новости, где приложили файл с ответами на вопросы общественной палаты Росрау. Мне очень стало интересно. Да, вот. Вы говорите, что у вас есть специалисты, которые публикуют за именем, фамилием, регалиями, лицензиями и так далее. Я считаю, что пока нечего публиковать, это раз. А во-вторых, вот значит, то, что в... Если нечего публиковать, то нельзя заявлять, что информации нет, если вы являетесь медиатором. Так ведь? Между специалистами и населением. То, что вот эти выводы, наверное, вот у меня сейчас идея просто такая возникла, что я, возможно, эти выводы подниму сейчас и пресс-релизом разошлю по СМИ. Да. И там будут фамилии, имена. Дмитрий Львашов, там кто он. И что он говорит, по какому полу. Да, да, да. Это я для себя сейчас... Спасибо. Это в помощь всем, для того, чтобы мы не делились там байками и мифами по поводу чего-то, а действительно слушали специалистов. Наверное, между активистами нет согласия. Но с другой стороны, тут плюрализм мнений, что называется. Главное, чтобы они основывались, наверное, на реальных фактах, а не на домыслах. Будем благодарны вам за пресс-релиз. Ждем его. Опубликуем. Вадим Ананин, председатель партии Парнацкеровской области. Его особое мнение мы сегодня слушали. Всем хорошего дня. Спасибо. Особое мнение на 101FM